С каждым годом их становится все меньше. Тех, кто насмерть стоял ради победы и мира. Тех, кому мы, нынешнее поколение, можем и должны сказать спасибо. Как никто другой, это понимают участники ежегодной акции «Дорогами войны». В этом году поеду девятый раз. Кроме первого старалась не пропускать, и это получилось. Зачем вы все это делаете? Вот ты конкретно, зачем ты это делаешь? Это очень сложный вопрос. Но прежде всего мы говорим ветеранам спасибо за их подвиг, за их труд. За труд не только во время войны, но ведь они и после войны работали. Они отдали свою жизнь на производстве, на тяжелом производстве в большинстве своем. Либо это медработники, либо еще какие-то очень нужные стране, обществу люди. Поэтому мы приезжаем и в первую очередь говорим им спасибо. Наверное, за этим мы все и едем туда. В каждой отдаленной деревеньке живут те, кто достоин праздника, но не может его получить. А зачастую все, что им нужно, это внимание. «Очень сильно запомнилась одна из участниц войны, к которой мы тогда приехали. Она была медсестрой на фронте. Жила одна в старом домике, покосившемся. И когда мы зашли к ней в дом, мы увидели, что из еды у бабушки есть только манная каша. И все, и дом пустой. И ее толком никто не навещает, хотя есть соцработники, которые за это получают зарплату. Но бабушка абсолютно одинокая. При этом она относится к жизни с юмором. Мы ее спрашиваем, чем вам запомнилась война. Она говорит, ну вот я себе горб заработала. А больше, видите, ни на что не заработала. Это было очень грустно, конечно, и врезалось в память». Десять лет назад впервые от Площади Победы отправились три автомобиля. С каждым годом количество желающих принять участие в акции росло. Количество экипажей достигало даже 30 автомобилей. В этом году к настоящему моменту уже заявились 15 экипажей. Но люди регистрируются каждый день. «Суть акции – доехать до ветеранов, которые обделены, к сожалению, вниманием. Вот такая цель была 10 лет назад. За 10 лет ситуация реально изменилась. То, как сейчас, ну, во-первых, сколько их осталось сегодня, да, и сколько их было 10 лет назад, это разное. И тогда были ветераны, которые были действительно обделены вниманием. Да, мы приехали, первые наши мероприятия, мы приезжали к ветеранам, они говорят, «Вы знаете, меня там последний раз в 66-м году поздравляли, ну, в 60-х годах, а после этого даже ни одной открытки не было. Это в удаленных деревнях Рязанской области, Тамкадмский и Ермешинский район». Ранним утром 8 мая участники собираются на площади Победы, распределяются адреса, маршруты, загружаются подарки для участников войны и детей войны, и экипажи отправляются в путь. В социальной сети ВКонтакте есть группа «Дорогами войны». Здесь вся информация об условиях участия, форма для регистрации и фотоотчеты с прошедших автопробегов. Стоит отметить, что никто из однажды принявших участие уже не может отказаться от пробега. И это говорит само за себя. «Вот эта категория участников Великой Отечественной войны, она, к сожалению, от нас уходит, да, и старики умирают, как это ни печально. И всегда найдутся люди, которые, ну, во-первых, будут старые, во-первых, будут одинокие, во-первых, там, в-третьих, будут где-то далеко жить. И всегда будет кому приехать».